ну что ребят всем здравствуйте всем приветствуем продолжаем проходить black book собственно да и блин прошлая серия была очень интересно кто не видел верхнем правом углу подсказочка на прошли и на плейлист в принципе да с полным прохождением данной игры было очень интересная игра очень прикольно посмотрим что будет в этой серии вот здесь мы новую часть откроем вот поэтому за что-то надевать эти комбинации току что ничпичка в петли 50 до притом вам при этом просмотра мы собственно начинаем короче спросила про разбойник праздник спросила там бедолаги заводские ты сильная знатка они тебе навредить не смогут чуть что сразу порчу на них продыху не давай поняла я русалку встретила думаешь можно ей помочь русалка мертвое уже значит как мертвецу поможешь прости василиса не подумавший сказал думаю нет у нее друга который ей поможет но я нашла ее имя это что-то дозначит говоришь дочерь пахомова вот он пусть и думает может от водяного хоть вызволить окаянный держит своих утопленников до тех пор пока их срок земной не выйдет может и раньше отпустить за верную цену иногда конечно молитвы удается спасти у водяных что слабее нашего поменьше цена а какая у вакуля никто не знает если хочешь попытайся но главное печать не забывай об этом думаешь выполнит он обещанное про соль про печать я с ним дело как-то раз имел тоже на мельнице работу всю выполнил но и своего не упустил сильный черт теперь твой черед пришел и ты его поборешь не сумлевайся все понятно пора собираться хорошо тот кабак от салатного недалече от кушево на запад там и не красово неподалеку один утопень просил помочь я пока пахома вызову бог в помощь и 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 Продолжение следует... Понятно. Упагнали на ярмарку. Нам сто процентов надо туда. Продолжение следует... Просто не поможет никто. Что случилось-то? Убили кого? Ой, господи, помилуй, не в этот раз. По крайней мере, не человека. В кладбищенской часовенке нашли корову, которая пропала уже с пару месяцев. Я помню ту корову-то. Мы ее отведать не смогли. Ну, хорошо, что нашлась-то. Так хорошо-то хорошо. Только мертвой ее нашли. Страх какой. Я слышала, в последнее время чудить в той часовне стала. А ты мне запрещал нечистого прогонять. Теперь не будешь про суеверие шарманку заводить? Так, что тут скажешь. Был неправ, Егор Евлампович. Ты уж помоги, а? Ну, буду вас в церкви своей ждать. Думаю, стоит нам осмотреть эту корову. Что-то недоброе у меня предчувствие. Ничего, несколько дней подождет корова. Пока важнее есть дела. На ярмарку сначала сходим. Закупимся всем вообще с кайфом. Несмотря на поздний час, торговля продолжается. И вы еще можете успеть. Да-да. Так, первое дело, что я... Корабейник, книжник, коробяшок, коробяник. Амулет. Он не есть, не пить, не просить. Так, у нас с тобой шо есть. Чего мы с тобой используем? Чуть и зуб, речная раковина, чернов палец и... Покупай добро и травы. Так, это мы с тобой используем. Чуть и зуб, речная раковина, черновая раковина, черновая раковина, черновая раковина, черновая раковина. Итак, раковина, черновая раковина, черновая раковина, черновая раковина. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... попробуем чуть такое это очень нужная тема попробуем мудрость что таится в черных страницах не есть безум я не осуждаю тебя иди и впредь учи то что близко сердцу твоему нихуи ну честно даже не знаю это что картежники увлечены очередной партии в дурачка не пасибо так давай кресту прокачаем это просто стрелчать такое 19 уровень это у меня было до 10 ну и 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 ну ладно а дуку изичные же нет так по тебе вот так их можно так добить что на 7 давай еще семя ручку накинем сон его смотри сразу отлетели почти 278 2 3 3 5 5 6 7 5 попробуй что такое не понял чем прикол ну ладно а нет скотаж луч света из внезапно распахнувшийся двери сельской лавки разрезает мрак на улицу выбегает молодой парень с гармошкой за спиной а через миг появляется и владелец толстый купец выкрикивая проклятие устремляется в погоню вы немного знакомы с гармонистом парня часто приглашают на вечерки и праздники угу вы шепчете заговор и купец неуклюже растягивается в деревенской грязи по его злобным возгласом вы понимаете что сбежавший молодой человек утащил из его лавки коробку конфет купец с досадой плюет на деревенскую улицу понимая что ему не угнаться за гармониста от прощелыга черт его неси в дом говорит знаю я его долг до крещения гроша не увидишь я этого парня знаю может помочь его вернуть а как же вернешь я от его тоже знаю так если углан мою прилавка был а он от небось во вины гадать пошел вон за те амбары ну да а чё такое то так они умеют ворожить то как бы худого не вышло то не будет ничего черт бы их унес молодежь это терпение на вас нет тебе самой чё надо иди во своя си ну может я купить хотела чё то а щаска чё ты по ночам то шастаешь иди давай купец захлопывает дверь перед вашим носом остается только продолжить путь за ним уже казани узкая тропа приводит вас к притихшей в ночи пасеке среди ульев горит одинокий огонек пасечник зажег лучину и что то пишет на бересте слышу идет кто то выходи на свет здравствуй бортник а путница ну заходи и будь как дома в моем пчелином царстве меня панько звать пасечник продолжает сосредоточенно писать что то на бересте уж не как лишачью громоту пишешь господи упасти считаю доход на это лето а так много пчел и молодого родиться только бы бортий хватило и один водяной мне помогает вон тут чертов ручей неподалеку так пчелы там воду пьют я кое-что бросил в воду то водки да каравай вот так чтоб зимой не подохли понимаю раз урожай большой будет может есть чё и на продажу подходи посмотри травы есть кое-какие лечебные не интересуешься уху ху ху добрый вечер просто на пробовать эту тему одну добрый вечер мужик подходи посмотри травы есть кое-какие слышал про водяного местного да так говорят всякое вот одна история была от бабки знаю только ты смотри я-то такую страшную историю могу выдать что волосы по голове ходить станут я-то убрать черный силуэт старого овина похож на затаившегося зверя когда вы заглядываете в приоткрытую дверь у вас перехватывает дыхание овинники затолкали детей в печь и теперь о чем-то спорят перед устьями пусть его вин хозяин колдуна в заверстучую ну заходи напросилась веники прокляты так и норовят сожрать кого попало что с детьми задавили нет еще вот решаем кто задавит ну чё смотришь прожить пришли не в тот срок не запросились не зачертились к тому же отец сам их черту-то послал или ты тоже пришла поживиться сами-ка с них иконки а то притронутся противно я за детьми пришла моя недобыча к черту их купец послал я-то знаю я как раз от бесов от самых что ни на есть бесов они жалких домашних духов ты еще чё за новость чем докажешь что ты от чертей а винники хотят увидеть чертей что ж я знаю где их достатке а вот взгляните вы открываете пистерь и из него вырываются несколько недовольных чертей а винники в панике прячутся по темным углам после исчезновения винников дети приходят в себя они помнят происшедшее только частично вы напоминаете детям о необходимости защитного круга хорошенько оттягав их за уши добрый вечер у кромки леса чернеет чей-то силуэт не разобрать кто затаился на вашем пути вы крепче сжимаете черную книгу в ответ раздается человеческий голос вы подходите ближе и узнаете знакомого гармониста из салтанова васька так и знал что это ты на селе было чё тебе надо-то иди давай своей дорогой да я поблагодарить хотел ты подножку подставила я умотнуть и смог а подножку точно на к конфету съешь на дорогу мне с власти для дел нужны я ему потом все верну да хоть завтра ну-ну девкам небось каким несешь как обычно лишь ты в какую степь то сразу да ничего такого я в кабак вон иду меня играть позвали именины вроде как этика берет пассаж на своей гармонии я так думаю к или с подарком приду дык по боли заплатят кабаку говоришь бывал там чё за место так не бывал та изба все заброшенной стояла а тут слух пошел мол снова кабак по ночам-то гудит да так весело бойко эх небось баскущий кабак то кто тебя на именины позвал бог его знает той ночью у избы объявился парень какой-то приходи говорит денег дал еще обещал чё на те деньги не мог конфет то купить а я их сразу припрятал мало ли чё но не боись я завтра расплачусь но там лихие ребята сидят да хоть какие гармонисту и черт не страшен ну ну ты чертей-то в жизни не видел никогда а если видел так и не понял я всех знатки то росте бог тебе в помощь некогда мне погоди ты сама куда идешь я вот тоже до кабака и мне надо на этот праздник заглянуть отдых здорово вместе пойдем и правда чудесно жаль но придется самой идти мне еще в некрасово заглянуть до того надо глянь чё там на берегу творится мужики с бабами табунами роятся пойдем не успеваете вы возразить как гармонист утягивает вас за собой у берега собрались крестьяне у каждого в руках по нескольку караваев которые они бросают в реку а после следят как хлеба уплывают по течению гармониста кликает крестьян и уверенным шагом идет к реке а некрасовский здорово чё это вы тут делаете рыбёху кормить и они утопленника ищут где хлеб утонет там и найдешь говорят да пропал мужик один из деревни нашей никак его найти не можем я кажется знаю про кого вы говорите думаю хлебом вы у водяного не выкупите утопня у вашего водяного так точно а ты чё откуда знаешь-то у неё дед знаткой она тоже из этих лишь чё делать-то нам зовут опин привочился коли знаешь подскажи если выкупать у вашего черта думаю монетами надо бросайте нечетное их число по три рубля по 15 это сколько нужно то где взять хлеба кое-как насобирали возьмите немного но должно хватить у васька завидно ты девка а ты давай помалкивай ничего на мои рубли глазеть и на том спасибо так бы с хлебом и искали до талава вы прощаетесь с крестьянами и отправляетесь в путь вскоре вам удается оторваться от гармониста который разговорился с новыми знакомыми до пресс притихшая деревня готовится ко сну некоторые окна еще горят и тут и там на улице вы замечаете крестьян идущих по своим делам вскоре вы находите избу где живет семья пропавшего крестьянина оказывается именно его сейчас пытаются выменить на берегу салтановки вы рассказываете его жене о необходимости отслужить молебен потрясенная женщина признает в вас колдунью и верит каждому слову вы отдаете все деньги что вам вручил работник водянова благодарная крестьянка дает вам в дорогу несколько лечебных трав подумав вы просите поставить свечку и за вашу знакомую русалку притихшая деревня готовится ко сну некоторые окна еще горят и тут и там на улице вы замечаете крестьян идущих по своим делам все кого вы расспрашиваете знают про кабак но говорят что это плохое место оказывается в последнее время разбойники стали еще шумнее но ближайших деревнях их не видели один из ваших собеседников крестятся и говорит что в питейном доме творится что-то бесовское с дрожью в голосе он рассказывает про вырубку на западе но больше вытянуть из него не удается притихшая деревня готовится ко сну некоторые окна еще горят вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посидинок быть может стоит остановиться и немного послушать вы садитесь на заваленку и растворяйтесь в тягучей песне а а а а а а на замерзшей лесной вырубке звенит тишина примолкли птицы и насекомые зная что это верный признак присутствия нечисти вы открываете свою книгу на поляне лежит несколько толстых бревен и есть старый костер с разбросанными вокруг него вещами под корнями особо крепкой поваленной сосны виден чернеющий зев провала в воздухе витает смрад смерти кажется здесь никого не было уже довольно долгое время у костра вы находите чью-то тетрадь со щитоводными записями в них указаны исправные жертвы водяному и другие более жуткие расходы о которых вы стараетесь не думать последняя запись внесена более двух недель назад чем ближе вы подходите к вырубке тем отчетливее запах гниения вы непроизвольно делаете шаг назад когда видите тела вставленные в грубые отверстия в стволах как в домовик преодолевая отвращение вы проверяете трупы у многих из убитых есть оружие похоже это мертвые разбойники у одного из них вы находите кошелек с рублями и без сожаления забираете его себе провал дыхнул на вас могильной сыростью на дне среди корней торчащих как лапы диковинных чудовищ вы видите пустой ларец при ближайшем рассмотрении он оказывается довольно старым кажется этот небольшой сундук зарыли довольно давно вы минуете небольшое поселение которое еще не успела обзавестись названием на крайне деревни вы замечаете круглый бочонок который катится на запад оказывается бочонок катится в сторону кабака через некоторое время из него выскакивают демоны превращаются в вихре и улетают так быстро что вы не успеваете прочесть и заговора подойдя ближе вы обнаруживаете что бочонок когда-то полной браги опустел дошли мы сюда допустим о поищем так что здесь есть тут только заброшенные избы все окна погасли нужная вещь он еще я вижу большая изба ладно и изнутри доносятся глухие звуки оживленных разговоров и гармония двери заперта на замок крестьянин схватился за голову и периодически смахивает скупую слезу ты в порядке дяденька ой девка ты чё тут иди отсядного пока цела лихое это место ты чего дяденька слезы утираешь чего удумала то да я ни перед какой участью ни слезинки не пророню ясно тебе а ли чё знаю что лихое я потому и здесь в лесу нашла мертвых разбойников на вырубке не чистая сила их будто задавила так и есть беги отсюда пока сама цела раз ты так боишься почему сам не сбежишь эх не уйти мне от бесов они меня тут оставили пока в кабаке пьянствуют потом то на мне в пекло поедут господи иисусе ты мертвый что ли раньше я в этом кабаке время проводил теперь платить пора может мне удастся тебя спасти я знаю как с бесами управляться у меня само их целый пистель помоги мне внутрь только попасть мне уж не поможешь ну можешь черта подразнить вот ключ от задней двери хочешь иди что это за пятийный дом можешь рассказать лихое место для лихих людей раньше так было а сейчас то и того хуже изнутри доносятся глухие звуки оживленных разговоров и гармонии дверь заперта замок глухо падает на пол дверь открыта что пять но а и мы будем в так так тут кажется красный угол когда то Веселье начинает набирать обороты, а за окном сгущаются тени. Кабатчик этот даже и не глядит на меня. Эти даже не разговаривают со мной. Гармонист подмигивает вам, не отрываясь от игры. Знал, что без меня жизнь не мила. Повидаться пришла, Василисочка. Не испытывай судьбу свою, Фёдор. Шучу, шучу. Не боишься людей-то лихих? Чего бояться? Все гармонисты любят. Я ж тебе говорю, мне и чёрт не страшен. Я и тебя в обиду не дам. Я нашла кое-что. Думаю, тут не простые разбойники, а черти замешаны. Может, горбачи эти-то все мертвы уже. Ха-ха, ну даёшь, Василиса. Всё у вас с дедом Егором с шалами да балами. Это не шутки, Федька. Ха-ха, ох, не могу с тобой, Вася. Сейчас ноты собьюсь. Что ты там про веселье говорил? А вот один мне тут говорит, мол, ночь сгустится, декабхаживать начнем дорогого гостя. Да так, что на небо можно отправиться. Вишься? Да, интересно. Подождём, подождём. После потолку. Ага, сядь вон на лавку. Послушаешь хоть, как удало играю. Сюда. Веселье начинает набирать обороты, а за окно вскоре крестьяне начинают плясать, да с таким рвением, что сотрясаются стены. Через некоторое время веселье так разошлось, что гармониста подхватили на руки и начали с гиканьем подкидывать его в воздух. Особенно выделяется крупный мужик. Главарь этой шайки? Вы замечаете, что посетители друг за другом подходят к какой-то склянке у окна и что-то мажут возле глаз. Выгодав момент, вы добираетесь до этого предмета. У вас уже давно закралось недоброе подозрение про этот кабак. А теперь оно перерастает в ужас. Ваши подозрения оправдываются. Все вокруг было мороком. Да и гармонисты они не просто так подкидывали. Вы достаете черную книгу, но вас окликает главарь бесовской стаи. А, думаю, мои конюшни сегодня пополнятся еще и юной колдуньей. Что за день? Ну, с чем вы пожаловали, сударыня? Гармонист изо всех сил старается выпутаться из петли. Я знаю, что вы местных на вырубки подавили. Они нашли то, что не должны были находить. То есть нас. Не могу сказать, что мы неблагодарны. Передавили всех? Но за что? Гармонист начинает сопротивляться петле чуть менее отчаянно. А разве нам нужна причина? Мы духи зла, девочка. Но ты спрашивай, у меня полно времени. Нечего мне зубы заговаривать. Отправишься в пекло со своей стаей. И еще посмотрим, кто в него отправится. Я превращу тебя в копылицу и запрягу в телегу. За все, что ёпта. Их. Ого. Угу. По-моему. 110, 9, 8. Но они язычные, смотри. Вот так делаешь. То есть. 21, что уже. Добрый вечер. Добрый вечер. Чё, 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 чё. А ему хочешь? Ну, на. Хорошо. Ок. Давай еще си накинем чисто. И можно вот так сделать и чисто ему уже. Ну, чё ты, пока, какой-то язычный ты. А-а-а. Ты решил это? Ты решил себе же, да? 15, десяточку, да? Штука 3. А-а-3 хода осталось у нас там. Два хода осталось, прикинь. Давай учиться топить уже. Еще немного, и твой дружок присы... Не бывает, и... Вслед за ним отправишься, и ты. Угу. Один ход, ребят. Давай еще раз. О-о-о-о, как хорошо. Так, хорошо. Тогда смотри, что сделаем. Как хорошо, челики вам. Наверное, давай-ка сюда. И это мы нанесем вот на это. Четыре хода у нас с тобой, слушай. Семь. Ну вот, есть ли смысл вот этого, я не понимаю. Что-то. Семь. 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 Я понял, надо сейчас брать другое. Я понял, надо сейчас брать другое. Сейчас, сейчас, секунду. Вот это да, у меня чистый плен. Это вроде чистый у меня идет защиту. Это я сам делаю. Давай сейчас я переделаю. Это чисто в атаку будет, та чистая защита, а посередине средняя что-то будет. Давай, сначала самое жесткое. Давай. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...